День города – праздник, который брещане всегда ждут с воодушевлением. Каждый год городские власти и инициативные жители областного центра стараются не просто порадовать публику интересной программой. Всегда в ней есть что-то необычное, удивительное, новое для областного центра. Однако, сохраняется и преемственность традиций. В парке Мира, это микрорайон «Восток», состоится замечательный фестиваль. Фестиваль «Облака молока», который в третий раз уже проводит компания «Савушкин продукт» при поддержке Брестского городского исполнительного комитета. Как всегда, всех присутствующих ждет разнообразие самых различных площадок, конкурсов, сюрпризов, игр, викторин, музыки, танцев. Очень много будет в этом году интересного. Праздник займет не только парк Мира, но и часть улицы Ленинградской. Старт празднованию 26 июля даст официальное мероприятие – экономический форум городов-побратимов. Дальше – насыщенная культурно-развлекательная программа. В афише – театрализованные постановки, выставки, концерты артистов как белорусской эстрады, так и из-за рубежа. В частности, в рамках проекта «Город света». К нам приезжает настоящая легенда. Это известный исполнитель легендарной группы «Де Пепл» Джо Тернер. Вот такой у нас будет специальный гость в этом году. И в преддверии тысячелетия мы думаем, что вслед за такой легендарной личностью в следующем году, конечно, приедут не менее легендарные группы в наш замечательный город. Впервые в Бресте пройдет ночной концерт популярной классической музыки. Ночной концерт состоится у нас на площади Ленина, начало в 22 часа. Он называется «Вечерняя симфония-2018. Концерт популярной классической музыки». Замечательная праздничная программа подготовлена симфоническим академическим оркестром под управлением Александра Анисимова. Но, конечно, не только им. На самом деле, идея сделать такой ночной концерт принадлежит нашему председателю горосполкома Александру Степановичу Рогачку. Именно он при проведении январских вечеров выступил с такой идеей. А давайте проведем на День города замечательный концерт. Конечно же, не менее интересным для берестейцев будет фестиваль цветов. В этом году он пройдет во второй раз. Желание принять участие уже изъявили несколько десятков предприятий и организаций. Каждая работа своего рода шедевр. С 11 часов можно будет любому желающему подойти в парк и насладиться цветочными инсталляциями, которых в этом году будет очень много. Более 80 предприятий, учреждений, организаций прислали заявку о своих творческих цветочных идеях. Ну, на самом деле же, конечно же, фестиваль цветов уже начался, потому что там два этапа. Первый уже сейчас идет. Все мы видим, что город наш хорошеет день из-за дня. И многие предприятия, организации, люди уже участвуют в этом конкурсе на своих местах. И это только часть планируемых мероприятий. Выбрать то, что будет по душе, можно, воспользовавшись афишей. Она размещена на официальных порталах города. Продолжение следует...